Славянская культура 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 как повернется в тот или иной момент моя муза, потому что специально это делать невозможно. И если у тебя этот интерес становится глубинным, то постепенно это как-то само просачивается в песне. Пока, по крайней мере, у меня нет песен на такие древние темы или на отсылки к древним темам. Хотя кое-что, типа, скажем, в песне Родос, в которой есть такой припев, что боги не умерли, лишь перестали смотреть на людей, кое-что просачивается. Но вот не такое прям сознательное движение в эту сторону. Поэтому посмотрим. Художник все время развивается, понимаете. В этом и притягательная сила творчества, что оно позволяет человеку все время что-то находить, новое творцу, все время искать. И это происходит сразу на многих уровнях, не только на поэтическом или на музыкальном. Это может быть и художественные образы, это могут быть встречи с природой, которая по-другому на тебя в какой-то момент знает. Только что я посетил Алтайский край, был в памятных местах Шукшина, в деревне Сростки. И кто знает, может быть, через какое-то время эти Сростки проявятся в моих песнях. Это невозможно сказать. Но это нужно постоянно накапливать в себе и творчески к этому быть готовым. Нужно себя к этому готовить. В этом и есть, собственно, суть творческого пути. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»